Привет, друзья! Хочу поделиться с вами небольшим кусочком портрета, его самого начала. Это портрет Кати и ее малышки. Начинаю я именно с девочки. Работа такая здесь довольно кропотливая, потому что портретик получается небольшой. Голова очень небольшая, можете сравнить с моей рукой, которая тут рядом. Поэтому мне понадобится помимо пастельных мелков и пастельные карандаши обязательно, потому что без них до каких-то маленьких деталек не добраться. Я начала именно с волос. Я сделала такую подложечку и потом карандашом добавила пушистые волоски. Что касается бантика, видите, он такой пушистый, фактурный, он не глянцевый. И нужно было показать именно его, вот такую интересную фактуру. Ну, а кожа лица, она уже более мягкая, более гладкая, с таким вот сатиновым блеском. Ну, вы понимаете меня, то есть фактуры везде разные и тоже очень важно показать вот это различие. После того, как я сделала лобик, сделала подложку под брови, под глазки, я уже начинаю работу с глазами. Здесь, честно говоря, я записала только, как я делаю один глазик, потому что, когда делала первый, я очень близко склоняюсь над работой и в итоге на камеры только записывается моя голова. Вот, поэтому здесь вы увидите уже готовый результат первого глазика. И второй я постаралась, насколько возможно, показать, как я его делаю. То есть идет белая подложка, сам белочек глаза, немножко синего, либо голубого. Я туда добавляю, чтобы получился естественный оттеночек белка. Потом я уже прорабатываю глазик, добавляю реснички. С ресницами тоже нужно быть осторожными, чтобы у нас глаза в итоге не получились накрашены. Хотя реснички у девочки очень пушистые, длинные, такие темно-коричневые. Дорабатываю небольшие детали. И когда я буду работать уже с нижней частью лица, здесь можно мелочком заполнить, добавить цвет. Потом растушевочной палочкой я его распределяю и карандашом уже дорабатываю. Здесь у меня идут два карандашика основных. Такой один телесный и второй с немножко желтым золотистым оттенком. Доделываю шею, проверяю еще разочек, расставляю все блики, там где это необходимо. Добавляю рефлексы. И вот так получается, что маленький портретин готов, то есть часть работы уже готова. Скажите, интересно ли вам именно показывать такие части работ или всю работу лучше показывать целиком? Я планирую, естественно, записать продолжение и показать все остальное тоже. Поэтому буду ждать вашу обратную реакцию. И спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok